Девушки, не разбирающиеся в юридических тонкостях, за несколько лет уже неплохо изучили иерархию судебных инстанций. На этот раз их встреча состоялась в кассационном суде. Заседание провели через видеоконференц-связь с Владивостоком. Именно там находились судья, прокурор и защитник. Однако даже расстояние не помешало вникнуть в суть вопроса и вынести решение, оставить всё без изменений. Если честно, это было самое эмоциональное, мне кажется, судебное заседание. Из всех, что были, я прям тоже не смогла сдержать слезы, потому что в какой-то момент показалось, что не получится у нас ни наказать его, ни получить хоть какие-то с него деньги. Расплакалась там, растрогалась. Первую выплату морального вреда Максим Толонин выплатил в декабре 2023 года. Пострадавшие девушки по-разному распорядились средствами. Большинство денег они пожертвовали в церковь, приюты для животных и благотворительные фонды. А предыстория всего этого такова. Мужчина знакомился с девушками в социальных сетях. А после расставания начинал их преследовать. Писал от их имени жалобы в разные инстанции, что существенно отравляло жизнь Сахалинка. На суде мужчина заявил, что не подразумевал злого умысла, а просто хотел проверить работу спецслужб. Если Толонин Максим Викторович хочет выражать свою позицию от имени других людей, то я предлагаю ему сделать это от имени своих ближайших родственников, например, от имени своей мамы и посмотреть, как это отразится на ее здоровье и будет ли она испытывать морально-нравственные страдания. За время проведения судебных заседаний потерпевшие девушки сблизились. Это помогает им крепче отстаивать свою правоту и не опускать руки. Сахалинки призывают всех бороться за свои нарушенные права. Я хочу поблагодарить прокуратуру города Южно-Сахалинска, прокуратуру Сахалинской области за поддержку. Те письменные документы, которые мы получали от них в рамках данного уголовного дела, они нас поддерживали. Мы видели, что прокуратура за нас, что они делают все, что от них зависит. Решение Кассационного суда оставить все без изменений уже вступило в силу. Максим Толонин имеет право обратиться в Верховный суд.